Так, друзья, всем привет! Сегодня будет маленькое, но краткое видео. Давайте за место не будем, да, разговаривать. Вот, потому что машину забираем чужую, гоним в транспортную компанию. Специально ехать куда-то там в красивое, какое-то живописное место. Ну, блин, делать этого не буду. Сегодня хочу вам показать, сколько стоит японский семейный автомобиль. Нормальная его цена и нормальное состояние. Как видите, это у нас Nissan Sirena, автомобиль 2014 года выпуска, друзья, и снимаю на телефон. Я не планировал снимать это видео, то что извиняюсь за качество звука, если что. В начале видео хочу напомнить, что занимаемся покупкой, помощью при покупке автомобилей. Поэтому, если вы находитесь в другом регионе и хотите приобрести правильный автомобиль с правильным рулем, то есть с правым, да, пожалуйста, всегда рады вам помочь. Значит, телефон указан под каждым видео в описании канала. Проверка одного автомобиля, напоминаю, стоит 2000 рублей. Итак, значит, Nissan Sirena. Почему называется так видео, да? Ну, семейный автомобиль, понятно, это микроавтобус, полноценный микроавтобус, где, в принципе, на третьем... Да не в принципе, а полноценных три ряда сидений. Да, мы не будем, как в минивэне, там, на третьем ряду ужиматься. Здесь места довольно-таки много. Почему нормальный? Да потому, что он нормальный. Сколько стоит? Ну, чтобы было понимание, да? Допустим, той же самой Sirena за 900 тысяч, там, за 950 тысяч в таком состоянии не будет. Я не хочу, я не могу сказать, что данный автомобиль, вы знаете, он там прям новый, прям салона. Нет, такого нет. Пробег у него 100 тысяч. Стоимость данного автомобиля 1 миллион 100 тысяч рублей. 2 литра мотор, коробка передач, вариатор, аукцион 4 балла. Аукцион реальный, настоящий. Бьется по статистике. Что мы с вами получаем? Полноразмерный микроавтобус, отличный внешний вид за миллион 100, да? Литые диски, летняя резина. Неплохая комплектация, камеры кругового обзора, повторители, бесключевой доступ, электродверь. Красивый, шикарный цвет. Ну и, конечно же, шикарный, шикарный салон. Сзади у нас тоже установлены сонары. Смотрите, сонары, наверное, ой, сонары. Стопори, наверное, в пол меня, да? Да вот, обратите внимание, как они выглядят, да? Сзади метла, дополнительный стоп-сигнал. Вот такая вот хромированная накладка. И, кстати, кстати, автомобиль еще, ребят, идет 4ВД. Вот, что касается 4ВД, сирен, это вообще проблематично их найти. В плане их очень мало и в плане найти, знаете, достойную, чтобы она была прям достойная, не ржавая. Я не могу сказать, что этот автомобиль, он не ржавый, но состояние для... Нет, он не ржавый, он реально не ржавый. Если судить по состоянию для автомобилей 4ВД, то он в очень хорошем состоянии. Реально в очень хорошем. Смотрите, что касается пробегов на автомобиле. Да, я вот, можно я так камеру поснимаю? Просто посмотрю. Некоторые даже не знают, что у нас есть такие автомобили. Что касается пробегов. 100 тысяч, знаете, многие... Я вот недавно понял. Многие обращаются. Мне пробег, пожалуйста, там до 70, до 80. То есть я думаю, почему, почему такой небольшой пробег? Короче говоря, я неделю отсутствовал. Я неделю был в Питере. В Питере, ну не только в Питере, да, во многих, наверное, городах России. По крайней мере, у нас такого нет, а зря. Развит каршеринг. Я брал машину каждый день. Каждый день я ездил на каком-то... Старался брать какие-то разные автомобили с левым рулем. Так вот, ребят. Берешь машину с пробегом... Вот реально, 60... Ну, попадалась машина с пробегом 5 тысяч. Короче говоря, берешь автомобили с пробегом до 100 тысяч. Ну, не до 100, где-то до, наверное, 70, до 80. Они клевые, они не ушатанные. И внешние, и технические, и по салону. Как только ты берешь машину с пробегом 80, 100, 120... Один раз попался пробег 180 тысяч. Ребят, это такой хлам. В прямом смысле слова. Это просто полнейший хлам. Я, собственно, к чему это все рассказываю? Друзья, вы, пожалуйста, не путайте. Правый руль японский. Именно автомобили японской сборки. И именно для внутреннего рынка Японии. С автомобилями, допустим, будем брать ту же самую Японию, но для Европы. Совсем не то. Я уже не говорю про сборку там какого-то лярица. Не знаю, где он там собирается. Вот посмотрите состояние багажного отделения. Автомобиль с пробегом 100... По-моему, 108 тысяч. Ну, грубо говоря, соточка, да? 100 тысяч пробег на автомобиле. Я там такого насмотрелся. Это просто ужас. Ну и левый руль. Я вот неделю на нем поездил. Так, дверку у нас выключил. Сейчас включу дверку. Меня не впечатлил. Честно, поначалу как-то... Ну, прикольно было, да? Вот просто прикольно. А потом... Потом уже все. Смотрите, дверь. Электродверь на данных автомобилях. Можно открывать вручную. Можно электро. Вот здесь внизу находится кнопочка. Сейчас у нас двери выключены. Кнопку нажали. Все. Электродвери у нас заработали. Ручку... Так, видимо, не нажал я кнопку. Вот теперь кнопочку нажал. Ручку потянули. Дверь открылась. Сейчас специально второй ряд подвинул до конца. Вот таким образом пассажиры третьего ряда... Папа, извиняюсь, пассажиры второго ряда попадают на третий ряд сидений. Здесь у нас что имеется? Подлокотник. Небольшая такая ниша под стаканчик. Что с правой, что с левой стороны. Ручка. Ну и, конечно же, кондиционер, да? То есть обдув. Вот. Сидение это. Если мы серединку вот эту вот сдвинем вперед до упора... Ну, я вам, наверное, сейчас попытаюсь показать это все-таки сделать. Смотрите, серединку я сдвинул вперед. Сидение мы можем двигать влево-вправо. Не во всех автомобилях такое есть. Все очень просто движением одной руки. Также вот эта перегородочка у нас двигается. Я может подвинуть. Человек с третьего ряда сидений. Можем подвинуть мы. Вот здесь есть вот такой вот рычажок. Рычажок. Поставили на место. Вот так она отъезжает. Очень удобно. Ну, наверное, минус этого автомобиля. Все-таки здесь будет посерединке неудобно сидеть человека. Но можно кинуть какую-нибудь подушку, да? Либо делаем вот так. Что мы с вами получаем? Бардачок. Один подстаканник. Тоже очень удобно. Также для второго ряда сидений. Из удобств. У нас имеются столики. Вот такого плана. И два подстаканника. Есть штатные шторки. Кто не знает, что это такое, вот пожалуйста. Вытащили. Одели. Ну, имеем, грубо говоря, тонировочку. Ручку потянули. Дверь закрылась. Единственный минус. Да, спору нет. Это удобно. Это очень удобно. Да, просто это удобно. Это очень удобно, знаете, где-то парковаться возле супермаркетов. Где вот поток автомобиля. Стояночка плотненькая, да? Дверь открыли, все. Вам двери не побили. Значит, ну, по салону. В принципе, там заднем нечего показывать. Добротные такие сидушки. Дверные карты. Все как обычно. Все по стандарту. По передней части тоже. Все обычно, все стандартно. Ткань 30%. Пластик идет 70%. Так, то же самое. Идет вот такое вот углубление. Да, что-то мы туда можем засунуть. Вот сюда можно засунуть какую-то с вами бутылочку. Здесь идет удобная подножка. Опять же, такого плана сиденья. Материал, ну, реально такой, знаете, приятный материал. Прям на ощупь. Это номер лота. Потому что автомобиль аукционный. Вот, кстати, его настоящий аукционный лист. Пробег 109 тысяч. На данном автомобиле. Переднее сиденье у нас двигается вперед, назад. Но это тоже, по большей части, конечно, стандарт. Да, в японских автомобилях. Там, по-моему, на НВшке на каких-то не двигается. Есть у нас подлокотник. То, что тоже очень удобно. Ну, к подлокотнику сейчас вернемся. Это отдельная тема. Я без подлокотников вообще ездить не могу. Подголовники. Здесь у нас идет бардачок. Довольно-таки неплохого объема. А он на два деления. Вот нижнее деление, да. И вот у нас есть с вами верхнее деление. Ну, и сверху идет вот такой вот, от такого плана что-то типа кармашка, да. Плюсом идет тоже верхний бардачок. Ну, вот сюда, не знаю, что только тряпки какие-то положить. Потому что, если положить, допустим, ну, те же самые ключи, да, они будут постоянно, постоянно здесь болтаться. Ну, и пластик такой, ну, как вам сказать, наверное, не из самых дешевых пластиков. Я не могу сказать, что мне его, знаете, приятно трогать на ощупь, но, тем не менее, тем не менее, неплохо. Так, ну, что вам еще показать? Давайте посмотрим на двигатель. Двигатель 2 литра. Коробка передач, вариатор. В вариаторе здесь нужно правильно менять масло, жидкость. И лить только оригинальное масло. Двигатель шепчет. Вот подкапотное пространство, не ржавое у автомобиля. Вот этот серенький налетик, то, что автомобиль стоит. Здесь у нас климат сырой, тем более на рынке. Поездить, и серый налет пропадает. Согласитесь, довольно неплохой внешний вид у данного автомобиля. Я бы сказал, очень даже. Понятно, то, что это не Хайвэй Стар, да, Хайвэй Стар, у него там расширители стоят, ну, как бы, по бокам, да, смотрится автомобиль покруче. Но, тем не менее, миллион сто, пробег сто тысяч, автомобиль не бит, не крашен. В хорошем состоянии. Итак, пассажирское место. Здесь все понятно, добавляются у нас два стеклоподъемника и замочки. Можно заблокировать окна. Водительское сидение вперед-назад, лифт есть вверх-вниз. Тоже подножка. Ручник ножной. Кнопка включения электродверей, бензобак, капот. Не знаю, кто сюда что кладет, пользуется. Эко-режим, движение по полосе, датчик при столкновении, электродвери, регулировка зеркал, управление. Табло, назвать это так, что ли, есть подлокотник. Ну, как это, у пассажира есть, а у водителя нет. Нет, ребят, такого быть не может. Я буду сейчас попытаюсь снять сколько места. Наверное, все-таки на телефон неудобно это будет снимать. Наверное, руль идет обычный, пластиковый, есть круиз-контроль. Ну, круиз-контроль такой, то есть просто чисто включил и поехал. Автомобиль сам тормозить, останавливаться не будет. Электронный спидометр, электронные обороты. Что он показывает здесь? Скорость тоже все электронная. Бензобак электронный пробег 109 тысяч. Вот горит у нас бензобак, да, и показывает у нас, сколько мы еще проедем на данном количестве топлива. Так, ну что? Здесь, наверное, а вот еще антиюз и айсток. Что могу добавить? Вот, немножко непривычно, неудобно расположена кнопочка вот здесь, да. Вот сейчас, в данный момент, она видна мне отлично, но когда ты садишься в автомобиль, заходишь, ты начинаешь искать ключ либо здесь, либо с левой стороны. Но, поверьте, вот я еще раз повторюсь, хоть как бы вот она вот здесь, да, но не сразу в глаз это бросается. Здесь все довольно симпатично, довольно-таки неплохо, да, все такое в цветовую гамму. Очень высокая крыша, очень высокий потолок, вариатор RNDL, здесь у нас так, вот снизу тоже присутствует какая-то ниша, не знаю, ее предназначение, да, что туда можно положить. Розетка 12 вольт, ну и вот такого плана выдвижной, выдвижные подстаканнички, два места. Вот здесь у нас тоже, я это называю, ребят, нишами, называйте это как хотите. Значит, плюсы руль у нас регулируются по вылету и по высоте. Вот так вот, оп, наверх подняли. Надо вот так, так, туда ехал, зафиксировали и все, и никуда, абсолютно. Никуда он не денется. Ну и, соответственно, кстати, хочу отметить, да, вот стеклоподъемники расположены удобно и удобно расположено складывание зеркал плюс регулировка зеркала. Далее, что еще хотелось бы отметить? Это камеры кругового обзора. Во-первых, они дублируются на зеркало, ну и, соответственно, на магнитофон. Камера заднего вида у нас, траектория движения. Ну и плюс, обратите, вот это вот автомобиль, да, наш, как бы, господи, проекция автомобиля, да, а вот это вот все реально, в реальном времени. Это асфальт. Ну асфальт, грунтовка. Короче говоря, парковаться, парковаться очень удобно будет. Вот. Информация по данному автомобилю, отправлена вся подписчику. Так, я, наверное, вот так вот камеру поставлю. Ну, видите, да, вот на телефон место... Ну, как вам место показать? Место вам, к сожалению, не показать. Данная информация отправлена вся подписчику еще, по-моему, в четверг или в пятницу он принял его решение покупать. На выходные транспортная компания была закрыта. Не было, кстати, документов на автомобиль. Сейчас документы получили. Вот сегодня понедельник. Забираем автомобиль, поставили в транспортную компанию. Так, и поедет машина, по-моему, в Краснодар. Сейчас еще в WhatsApp посмотрю. Вот. Поэтому, ребят, вот не знаю, куда в камеру смотреть. Или сюда, или сюда, да. Наверное, все-таки вот сюда. Поэтому, ребят, кому нужна помощь в покупке, приобретении автомобиля правильных правых рулей, звоните, поможем, проверим, сопроводим, отправим. На сегодня все. Надеюсь, вот такое маленькое видео для кого-то было полезно. Не забудьте подписаться на канал, ну и, конечно же, поставить лайк. Всем пока!